Жителям Самары нужно заплатить налоги в срок до 1 декабря. Это касается тех, кто владеет недвижимостью, транспортом или земельным участком. Сейчас сотрудники ФНС завершают рассылку уведомлений. Внести платеж можно несколькими способами. Самый простой и удобный – воспользоваться личным кабинетом. Это отнимет у пользователя всего несколько минут. К тому же человеку не придется лишний раз выходить на улицу в период пандемии коронавируса. Для доступа к онлайн-сервису налогоплательщик может лично обратиться в любую инспекцию, независимо от места жительства. Это, в общем-то, аналог электронного кошелька гражданина. То есть в этот кошелек гражданин может внести какую-то определенную сумму. Она будет храниться на счете в федеральном казначействе. И уже налоговые органы по мере необходимости будут списывать из этого платежа сумму, подлежащую к оплате налогов. Все налоги поступают в бюджеты разных уровней, в том числе и в районы. Эти средства в первую очередь идут на благоустройство дворов и общественных пространств. Поэтому облик района напрямую зависит от количества своевременно собранных налогов. Это и комфортная городская среда, и губернаторский проект содействия, и твой конструктор двора. Ну и, конечно же, та повседневная работа, которая проводится в районе. Это уборка незакрепленных территорий, это вывоз мусора с незакрепленных территорий и многое-многое другое, что делает наш район чище, лучше и красивее. Только в этом году по проекту «Комфортная городская среда» в Самарском районе привели в порядок 6 дворов. Кроме того, благодаря проекту содействия в сквере Высоцкого обновили концертный комплекс для выступления музыкантов и поэтов. Завершается строительство игровой площадки «Гитарпарк». Основная часть потраченных денег – это налоги, поступившие в местный бюджет. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События.